Суворовский районный суд избирал меру пресечения уроженца республики Азербайджан Садигу Мерзоэлу. Как заявил 14 июля глава главного управления нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, мужчина имеет кличку Садиг и связан с этнической криминальной группировкой. 13 июля он на фоне конфликта вследствие ДТП избил людей. Как выяснило следствие, Мерзоев вместе с группой молодых людей сбил возле рынка Набочарова два нескольких человек битами. 14 июля его задержали. По словам следователя Эльвира Офисенко, он еще не допрошен и отказался от подписания протокола. Во время заседания прокурор кадатыйствовал об избрании Мерзоева меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Своё заявление гособвинитель аргументировал тем, что подозреваемый официально нигде не работает и не имеет регистрации. Находится с пяти лет на территории Украины, однако не имеет гражданства ни одной страны. Кроме этого, Комитерновский районный суд дал ему условный срок захоронения наркотиков и оружия. Также, по словам прокурора, в результате действий подозреваемого у потерпевших имеются многочисленные гематомы и травмы. Они не явились в суд из-за угроз. Страна обвинения также подала ходатайство на отбор биологических материалов. Нынешнее законодательство ограничивает проведение судебно-медицинской экспертизы сразу по факту правонарушения. Для этого мы должны сначала обратиться в суд, хотя события произошли еще в пятницу вечером. По закону мы можем предоставить пока только первичные справки, сказал прокурор. В свою очередь, сторона защиты попросила время для ознакомления со вторым ходатайством. Адвокат Мерзоева назвал подозрение необоснованным и попросил суд избрать меру пресечения на свое усмотрение и не связанную с арестом. Для этого в суд были приглашены два свидетеля – отец подозреваемого и продавщица с рынка. Отец Мерзоева заявил суду, что, отъезжая от рынка, не заметил автомобиль, чем спровоцировал ДТП. Водитель и пассажир данного автомобиля стали высказывать претензии в грубой форме. Для помощи в конфликте он вызвал сына. Что было дальше, не знает. Свидетель Светлана Степаненко рассказала, что двое парней из-за ДТП кричали на мужчину. После, по ее словам, подъехали мужчины кавказской национальности и одного из парней ударили по лицу. Сам подозреваемый во время заседания не давал никаких показаний и все вопросы решал через адвоката. Более того, он отказывался вставать, когда к нему обращался судья, и назвал суду неверную дату рождения. Общение с ним проходило через переводчика. Выслушав доводы сторон обвинения и защиты, судья удовлетворил ходатайство прокурора и назначил Мерзоеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней без права на внесение залога. Напомним, в субботу глава областной полиции Дмитрий Головин на своей странице в Facebook написал, что в Одессе задержали дерзкую преступную группировку, которую возглавляло уголовное дарование по кличке Садик. По словам Головина, он объявил себя целым смотрящим от вора в законе Гуле, который сейчас находится за пределами страны. Отметим, что несмотря на громкие регалии, которыми его наградила полиция и он сам, на данном этапе в отношении подозреваемого открыто уголовное производство лишь по часть 4 статья 296 Юг Украина минус Хулиганка. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Комментируя решение суда, советник главного управления нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook написал, что, учитывая сегодняшние судебные реалии, это успех. Как минимум эти 60 суток, дерзкая банда по этническому признаку не будет терроризировать наш город, а полиция уже дальше позаботится, чтобы это произошло навсегда, написал Форостяк. Форостяк